Доброе утро всем! Готовлю завтрак из зелени, сейчас покажу что буду делать, там мне одна женщина написала, когда я жарила эти оладьи с зеленью и с творогом, она говорит, можно в лаваше пожарить зелень, ну то есть зелень положить в лаваш, можно добавить что-то и прожарить на сковородочке. Хочу такое блюдо сделать, попробовать, понравится мне, не понравится, так как зелени много сейчас идет, я просто ее очень много сейчас ем и на завтрак, и на обед, и на ужин наполняюсь витаминами. Сейчас позавтраку, поеду на дачу, у нас похолодало очень сильно, где-то градусов 16 всего, холодно, и дожди постоянно идут, я хочу поехать, я два дня не была на даче, не знаю что там происходит, посмотреть хоть, может быть, у меня в принципе укрыто все укрытым материалом, достаточно тонким там, и помидоры, и огурцы, и может надо пленкой закрыть, чтобы потеплее им было. Какая-то холодина резко началась. Тут у меня разная зелень, это и укропчик, и салаты всякие, и лук зеленый, в общем сейчас разного всякого нарежу. Попробую, не знаю, не пробовала ни разу, лаваш купила, лежит, думаю, надо сделать, попробовать. Беру лаваш, у меня есть вот такой сыр, я сейчас за основу там возьму сырок, помажу. Сейчас будем пробовать, я тоже еще такое не ела, попробуем сейчас. Лаваш армянский. Мы вчера собирали шкаф-купе, это что-то с чем-то, инструкции не было, мы пересмотрели все коробки, нету инструкции. Короче, собирали, я попросила соседа, там у меня сосед, ну в той квартире, я говорю, Алексей, помогите мне собрать шкаф-купе. Он говорит, ну давайте, в общем мы с ним поискали эту, но он тоже не специалист, как и я, вот, искали схему, не нашли. Ну что делать, будем без схемы собирать, будем, ну как бы, соображать, я примерно же видела, как он выглядит. Вот, начали собирать, в общем-то, собрали почти весь, ну там остались двери только, повесить, и нашли эту схему. Они, знаете, как, вот этот зеркальную дверь, так упаковали, и схему скрутили в рулончик, и положили тут, между зеркалом и упаковкой. Ну кто так, ну как его найти это? Ой, господи, ну мы все правильно сделали, в общем-то. Там единственное, что сейчас ступоры на дверях, пойду переделывать неправильно, немножко поставили. Так, беру вот такой сырочек. Сырочек, лавашек. Я очень люблю плавленые сырки. Вот, ну, тоже редко ем. Ну, вспомню, допустим, поехала вчера в магазин, вспомнила, что вот сырки есть, надо взять, попробовать. Давно не ели. Сейчас я прям вот так размажу его, поэтому по лавашу, и тогда мне не надо будет солить селень, мне кажется. Потому что сыр сам по себе соленый. Вот кусочек как-то оторвался. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы все это завернем туда. Мне кажется, будет вкусно. Я уже предполагаю, что это вкусно. Сделаю себе кофеечку. Прихожую мы собрали, в принципе, там. Ничего сложного не было. Единственное, что опять же, у меня дверь одна. Почему-то криво вешалась. Ну, то есть, как бы, не выпрямлялась она. Я и так, и этак, и так, и этак. Ничего не понимаю. Поехала в магазин, где мы заказывали мебель. А я планировала туда поехать, нет. Потому что надо для ребенка в стеллаже заказать шкафы. Вот. Я поехала. Говорю, у меня не получается, у меня что-то там не то. Но открыли эту прихожую, посмотрели, она говорит, попробуйте поменять местами. Там, говорит, разные замочки, ну, которые держат двери. Ну, ладно, посмотрим. Хотя в инструкции там особо не было такого написано. Начали смотреть. Пересмотрели все. Ничем не отличаются замки эти. Потом еще раз. А там нюанс там совсем небольшой. То есть, там отличие совершенно небольшое. Его практически не видно. Потом уже, когда начала я уже пересматривать по сто раз. Несколько раз пересмотрела. Уже тогда поняла, что отличие есть. Вот, видите, видно вам, нет. Значит, намазала лаваш сыром. Положила туда зелень. Вот так вот. Сейчас я. И. Сейчас сделаю. Господи, коты мне. Кот же у меня глухой. Я его, когда подобрала, он был белый альбинос. Ну, то есть, глаза голубые. И при этом глухой. Это я потом только обнаружила. И поэтому он, когда в туалет, вот, видишь, разорвался лаваш-то весь. Что-то этот, как-то плохая она. Что делать? Все разорвалось. Ладно, я потихонечку так потом переверну. И он, когда в туалет хочет или что-то у него там сообщает о каких-то своих целях, планах, он начинает громко предупреждать нас об этом. Мяукать. А так как он не слышит себя, он мяукает очень громко. Такой вот он у нас паренек. Мистер Эй. Почему название... Кот, иди сюда. Сейчас покажу его. Вот такой у нас мистер Эй. Вот такой мальчик у нас. Идем, мальчик. Он у нас, ну, такой, не особо ласковый. Вот. Идем. Вот, не ласковый ты. Постоянно там кто-то спрашивает у меня, как мои коты. Мои коты хорошо. Кушают, спят. Спят и кушают. Что им еще делать-то? Я их на дачу, видите, не беру, пока у меня не построен дом и не сделан забор. Потому что у нас там собаки бегают. А, я же хотела рассказать, почему его так зовут. Мистер Эй. Его вообще до этого звали по-другому. Как его звали-то? В общем, не важно. Тимоша или как-то так, короче. А Игорка же был маленький. И он не умел выговаривать ничего такого. Ну, не знал правильно, как его звать. И он все время ему говорил. Эй! 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 Звал его к себе. Кота. И мы решили его назвать Эй. Эйка. А потом у нас друг пришел и говорит, Мистер Эй. Так как он с Питера, пусть он будет Мистер Эй. Ну, так вот закрепилось за ним название. Мистер Эй. Так и назвали мы его, нашего кота. Мистером Эем. Так. Ну что, ты тоже будешь у меня ломаться. Лаваш такой, знаете, есть более эластичный, а это такой, ломкий. Ну ладно, ничего страшного. Я же не на выставку это делаю, а для себя. Поэтому я так аккуратненько сейчас заверну. А ведь он, он не держит даже. Ломается. И что делать? Вообще не держит на черта. Красно, Коля. Больше не буду такой лаваш покупать. Буду покупать более эластичный. Правда, не знаю, как определить его в закрытой-то упаковке. Эластичный он или не эластичный. Рыська у нас еще та. У нас два, кот и кошка в доме. Оба подобранные. Эйку я подобрала маленьким в Питере. А рыська у меня была подобрана в Псковской области. Ну, куплена на рынке за, не помню, за копейки какие-то. Вот. И поэтому у них и характеры разные. Она у нас деревенская девица. Ей бы по ушей половить, погонять. Она страдает, конечно, в квартире. Ей на просторы надо. А Эйка-то домашний, наоборот. Ему особо ничего не надо. Хотя он тоже зелень любит, как и я. Вот рыська не любит зелень, а он любит. Характеры совершенно разные у готовых. Может, мне просто не ломать, не заворачивать. Сейчас я попробую по-другому завернуть. Не знаю. Что-то ломается все у меня. Совсем мне это не нравится. Я вот сейчас вот так заверну. Просто вот так. По бокам заворачивать не буду. Что я придумала. Стреляют. Стреляют. Вот и все. Вот и я и придумала как. Так. Оп. Этот как перевернуть. Сейчас мы его как-нибудь уподобимся перевернуть, чтобы из него все не высыпалось. Вот. Смотрите. Вот такие у меня на завтрак рулетики с зеленью. Так. Сейчас Майберт просу сорить в кофеечку. И будет мне хорошо. Буду собираться ехать на дачу. Но я ненадолго. Я хочу посмотреть там все. Во-первых, в теплице пролить. Я три дня уже не поливала. Плюс посмотреть, что делается там с... Может быть огурчиков подсобирать. Может подсобирать ягодок. Может какие назрели. В общем, позаниматься делами. Так. Мне надо кофе сварить. Я уже сюда приеду в квартиру. Доделаю тут дела. Мне мебель... Ну, как бы я собрала. Но мне надо... Плинтуса я не доделала по всей квартире. А мне в четверг... Нет, в конце недели вроде обещали. Уже диваны привезут и так далее. И кухню. Вот. И мне надо до этого момента все сделать. Что у нас тут с вами? Как вы тут? Пожарились? О, курочка хорошая. И получается... Сейчас я разрежу, посмотрю, что там у нас. Вкусно, невкусно. Слушайте, очень вкусно. Обалденно. Спасибо женщине, которая написала мне этот рецепт. Очень вкусно. Значит, берете любую зелень. Ну, я взяла... У меня было укроп, лук зеленый, салаты какие-то там. В общем, любая зелень. Мне кажется, с кинзой будет очень вкусно. Вот. Базилик добавить. Ммм, прелесть. Помазала обычным лаваш плавленым сыром. Положила туда зелень, завернула и пожарила на маслице. Ммм. Слушайте, очень вкусно. Ммм, обалденно. Рекомендую. Ммм. Очень вкусно. Очень вкусно. Знаете, как... Кавказские эти... Не помню, как они называются на Кавказе. Ну, кто знает, кто живет там в Хечине или как-то так. Что-то вкуснотища какая, а. Я теперь буду все время так делать. Очень вкусно. И главное, быстро. Что для меня очень важно. Вот дочка придет, попробует. Мне кажется, ей тоже понравится. Можно было еще чесноку туда добавить. Ммм, замечательно. Было бы. Хорошо, когда подписчики делятся своими идеями, кто чего может, своими рецептами. Так здорово. И так приятно это. Видите, я вас иногда слушаюсь. Повторяю за вами. Слушайте, за уши не оттащишь. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кто садится завтракать. Или ужинать. Ммм. Класс. Слушайте, приятного аппетита. Вот мой сегодняшний сбор урожая. Небольшой. Картошечка, огурчики, кабачочек, малина. Разные виды салата, укроп, горчица салатная. Лук, красный, зеленый, белый, какой хочешь. Начало июля. То есть получается уже нет, не начало, а середина июля. Решила вам показать. То есть буквально это начинается, только начинаются сборы первые урожаи. Так, чуть-чуть всего понемножку набрала домой. Покушать. Чуть-чуть картошечки, кабачок. Первый, кстати, сорвала. Видите, как он молочный. Малинки немного собрала. Егорки он любит. Ну, мы вообще все любим малину. Самую спелую набрала. Зелень тут. Четыре или пять видов салата. Зелень тут, наверное, грамм. Ну, сколько, я не знаю, двести, триста, наверное. Наверное, побольше даже, наверное, с полкило. Сейчас зелень на рынке в городе, в Питере я обычно знаю, но вот я брала на рынке, там дешево, я много брала зелени. Я брала за 100 грамм 130 рублей. Ой, 30 рублей. То есть килограмм 300 рублей. Выгодно мне было вырастить это или нет? Ну, я думаю, что выгодно. Вот это все, если купить, да? Ну, я не знаю, сколько будет стоить. Ну, за все примерно рублей, наверное, 500. Выращено своими руками. Я считаю, и экологически чистое, и вкусное. И, в общем, это я для тех, почему снимаю, это я не хвастаюсь, а для тех, кто говорит, вначале мне говорил, что я все нахрапом делаю, что не продумано все, что зачем тебе такие территории, зачем тебе такие участки, зачем ты столько сажаешь. Мы посадили картошку в мае. Вот середина июля, мы в начале июля уже начали картошку свою кушать. Она пусть еще не очень крупная, но она уже своя. Тем более мы такую любим. Сварить в мундире, пожарить прямо в мундире, на масле, с солью. Вообще шикарно, очень вкусно. Сделать зеленый салат из своих огурчиков сладких с зеленью кабачок пожарить. Или просто отварить, ну, не знаю, что сделать. Малина, пожалуйста. Я считаю, что свой огород, пусть небольшой, свой участок, свой сад надо иметь в каждой семье. Во-первых, и дети на природе больше развиваются. Они знают, как все это растет, как это все дается. И второе, это то, что мы сами выращиваем с любовью. То, что не даром... Карфаген или кто? Нет, не Карфаген. Кто там? Какой царь-то ушел с поста власти? Бросил все, уехал в деревню и стал выращивать капусту. Поэтому, конечно, каждому свое. И у кого-то город, иметь, допустим, рядом с городом небольшую дачку, пусть 6 соток, 5 соток. Я считаю, это шикарно. И потом вот радоваться вот такому, хоть пусть небольшому, но урожаю. Сегодня сильно видимо, я не сильно слышно. Я приехала на несколько часов, на пару часов, ну, собрать немножко всего, понемножку там, посмотреть, что делается на участке. У нас сейчас дожди идут, и прохладно, поэтому особо делать нечего тут. Ну, я как бы что-то прополола, что-то подвязала, вот чуть-чуть собрала. Сейчас пойду дрова немножко уберу и поеду в квартиру делать дела. Поэтому решила... Ой, а как малиной пахнет, это вообще... Ой, блин, как вкусно! Это же вообще своя малинка. Малина у нас в нашей семье самая любимая ягода. Это что-то с чем-то. Наслаждением. А еще в лес мы не ходили. Еще в лес пойдем. За лисичками, за черникой. Ягода-малина Нас к себе манила. Ягода-малина В гости летом звала. Как сверкалети Искры на рассвете. Ягода-малина Что-то там сладкое было. Ах, какой сладкой Малина была. Вы чувствуете аромат ее? Ммм, обалденный. Я поехала, когда Егорка говорит, бабушка, набери мне малины. Сейчас привезу, он будет довольный. Ммм, хорошо-то как. Ля-пота. МАААААААААААА. Недушка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пока! Субтитры сделал DimaTorzok